В эфире новости в студии Светлана Федодеева. Здравствуйте. О чем расскажем в этом выпуске, смотрите далее. Я вижу позитивные изменения. Проехался по городу, скажем прямо, качество дорог действительно становится лучше. Вопросы государственной важности. Председатель правительства России обсудил перспективы социально-экономического развития нашего региона с губернатором Севастополя. На крыльях по морю. Теперь Ялта и Севастополь связаны морским сообщением. На конкурс мы едем за победой от Севастополя. На встречу успеху. Севастопольцы представят регион на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда 4». К следующему году в Крыму и Севастополе введут в эксплуатацию 36 дошкольных учреждений и 13 школ. Об этом сообщил председатель правительства России. В нашем городе Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. На встрече присутствовали главы федеральных министерств, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Какие еще темы обсудили в репортаже Святослава Данилова. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в Севастополь прибыл еще в субботу. Уже успел побывать на концерте хора Московского Сретенского монастыря, посетить парад кораблей и военно-спортивный праздник. Председатель правительства рассказал о своих впечатлениях от визита в город-герой. Я видел позитивные изменения. Проехал за по городу, скажем прямо, качество дорог действительно становится лучше. Есть целый ряд новых социальных объектов. Тем не менее, еще очень многое предстоит сделать. О том, что многое предстоит сделать, Дмитрий Медведев акцентировал внимание и на совещании с главами федеральных министерств, руководителями Севастопольского и Крымского региона. Для этого с главой Минэкономразвития уже поступили соответствующие предложения. Мы подготовили предложение по продлению программы до 2022 года с увеличением ее финансирования. Как минимум те объекты, которые сейчас есть, это уже описаны. Это объекты на 37 миллиардов рублей, 85 объектов по Республике Крым и 55 объектов по городу. Еще одна тема совещания – поддержка малого и среднего бизнеса в Крыму и Севастополе. Для этого федеральное правительство разрабатывает национальный проект. На предоставление льготных кредитов предлагается выделить полмиллиарда рублей. Помощь потребуется и крымским аграриям, которые пострадали в этом году из-за засухи. Главная задача – сделать Крым и Севастополь динамично развивающимися регионами. По словам премьера, заметны улучшения и в уровне жизни по сравнению с 2014 годом. Сегодня можно сказать, что наиболее трудный этап пройден. Мы вошли в режим более спокойной, плановой работы. Мы уже завершили более трети всех объектов и мероприятий в рамках действующей ФЦП. Еще более половины находятся в работе. Тем не менее, уже сейчас Крым заметно отличается от того, каким он был 4 года назад. Это все отлично знают. Это видно и по уровню жизни людей, и по отдельным инфраструктурным решениям. Мы объективно в 2016 году и в 2017 году провели большое количество и проектно-изыскательских работ, и впервые сдали 18 новых объектов. Спасибо за поддержку, что есть возможность включения дополнительных объектов. Это все заставляет повышать качество работы проекта города. Те направления, на которых мы в последнее время сконцентрировали усилие, это возустройство города, это строительство дорог, это строительство новых объектов социальных. Председателю правительства Дмитрий Овсяников доложил, сейчас в городе строят три новых детских сада и три школы. Скоро начнется активный процесс ремонта причалов, а новыми объектами федеральной целевой программы могут стать парковые пространства. Мы получили поддержку для того, чтобы обосновать включение дополнительных мероприятий в виде создания парковых пространств. То есть этого пока нет в ФЦП. И как только мы согласуем, я надеюсь, что вы поддержите именно в Севастополе создание комфортной городской среды для жителей города, для туристов, которые обещают город. Это важно, и мы через некоторое время готовы включить и выйти с этими объектами для включения ФЦП. Тем не менее, есть и проблемы. Кассовое освоение федеральной целевой программы рассчитаны пока до 2020 года, на данный момент всего 5%. Я обязательно обращу внимание федеральных органов, потому что среди них там хватает отстающих. Придется сделать некоторые выводы по поводу того, как целый ряд проектов финансируются. Но и вас просил бы на это обратить внимание, потому что мы с вами понимаем, далеко не все можно перетаскивать на следующий год, хотя такая практика у нас по проблемам не существует. Очень важно все делать в срок. Уже с 1 августа финансирование ФЦП в Севастополе составит порядка 15-18%, пообещал Дмитрий Овсяников. На встрече с Дмитрием Медведевым губернатор Севастополя затронул тему развития образования в городе. В этом направлении руководство города работает с профильным министром Михаилом Катюковым. Дмитрий Овсяников выступил с предложением создать на базе Севастопольского государственного университета научно-образовательный центр. Научно-образовательный центр, который конкурирует не только с вузами Российской Федерации, а и на международном уровне, что и предполагает национальный проект, мы это обсуждали. Программа развития СевГУ, она утверждена правительством Российской Федерации. Мероприятия включены в качестве финансирования ФЦП. ГУСТ, безусловно, обладает теми конкурентными направлениями в области морских технологий, приборов строения, ядерных технологий, которые позволят нам претендовать на создание такого научно-образовательного центра. В мае этого года президент Владимир Путин поручил к 2024 году создать минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Для этого работа университета будет интегрирована с бизнес-структурами. Одним из таких образовательных центров может стать Севастопольский государственный университет. Дмитрий Овсяников отметил, Севастопольский вуз готов участвовать в соответствующем конкурсе. Если готовы участвовать в конкурсе и готовы развивать, давайте ваше предложение. Я дам поручение министру Котюкову, чтобы он вместе с вами все это отработал. И если получится хорошим проектом, мы все будем. Спасибо. Попросил губернатор Севастополя Дмитрия Медведева и оказать содействие в привлечении управленческих кадров на руководящей должности в органы государственной власти. Поручение по этому обращению уже получил вице-премьер Дмитрий Казак и главы федеральных министерств. Также я считаю, что такие федеральные функции, у нас их 11, которые делегированы субъекту по соглашениям, возможно, пора возвращать обратно в федеральные министерства. Функция СЕФ-реестра. Для меня важно, чтобы мы не проверки получали со стороны Росреестра, а методическую помощь, кадровую, материальную, с тем, чтобы работа соответствующего органа государственной власти менялась в лучшую сторону. Я считаю, что настала пора этот орган вернуть обратно, как и во всех субъектах учреждения Росреестра, это федеральные полномочия. Двустороннюю встречу Дмитрий Медведев провел из главы Республики Крым Сергеем Аксеновым. Премьер-министр отметил, на полуострове открываются новые перспективы после запуска автомобильного движения по Крымскому мосту. В дальнейшем мы увидим еще более значительные изменения, особенно с учетом того, что в настоящий момент строится железнодорожная ветка. Она позволит решить целый ряд не менее важных задач, которые стоят еще перед Республикой Крым, вообще перед полуостровом. Через Муфу уже проехало в ту и другую сторону 140 тысяч автомобилей, 12 тысяч автобусов, такого потока транспортных средств никогда не было. Но и при этом рекорды ставят аэропорт Сиферополь, новый терминал, 2,5 миллиона уже перевалили, при этом на более 2 миллионов уже в течение двух дней буквально принят новый терминал, только в чистом виде. То есть это, конечно, колоссальное достижение. Жители Республики Крым не испытывают дефицита электроэнергии, отметил Сергей Аксенов. Реализация федеральной целевой программы обеспечивает прирост пассажиропотока воздушного транспорта на миллион человек ежегодно. Почти на 4 миллиона выросло и количество пассажиров на железнодорожном транспорте. В социальной сфере растет количество высокотехнологичных мест в объектах здравоохранения на 10%. Создается 11 тысяч мест в учреждениях общего образования и более 20 тысяч в детских садах. Святослав Данилов, Илья Якушев, Михаил Волобоев, информационный канал Севастополя. Также Дмитрий Медведев запустил движение пассажирского скоростного судна «Комета-120М». С 1 августа оно начнет курсировать по направлению Севастополь-Ялта и обратно. Премьер-министр России проверил «Комету» и в действии. А вместе с ним в море вышли губернатор Севастополя и глава Республики Крым. Репортаж Юлии Ефремовой. Теперь не нужно долго ждать рейсовых автобусов или искать места для парковки своего автомобиля на узких ялтинских улицах. До центра Ялты можно будет добраться прямо из центра Севастополя. Точнее, долететь по морю на скоростном пассажирском судне «Комета-120М». Мы, по сути, только начинаем возрождать скоростной пассажирский флот. Крым – это место силы, это место с огромным туристическим потоком. И мы рассчитываем, что здесь будет очень большой спрос на альтернативную транспортную инфраструктуру. Заложили и построили «Комету» на судостроительном заводе «Вымпел». Он входит в концерн «Калашников». Первая «Комета» уже готова к запуску, а в Рыбинске начали строить еще две. Все для Севастополя. Для работы в нашем городе заводу «Вымпел» Севастопольский морской порт передал в аренду свои производственные мощности и причал. Договор заключили на 49 лет. Договор подписан. Просим вас скрепить соглашение рукопожатием. Это дополнительные перспективы развития отрасли судостроения. Это де-факто, как заявляет компания «Вымпел», достройка следующих кораблей 2-й и 3-й «Третьей кометы» уже на территории Севастополя. Это строительство различных образцов судовой техники, как достроечная база в рамках территории города Севастополя. Скоростных пассажирских судов в нашей стране не создавали с 1992 года. Запуск новой кометы – события федерального масштаба. Поэтому навигацию лично запустил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Два традиционных удара в рынду и на борт. Вместе с Дмитрием Медведевым в море вышли губернатор Севастополя и глава Республики Крым. 45 минут и обратно. Премьер остался доволен. А чем же судно может порадовать пассажиров, которые отправятся в рейс уже 1 августа? Здесь два зала. Стандарт, рассчитанный на 95 человек, и зал повышенной комфортности для 25 пассажиров. То самое удобство в поездке обеспечивают кресла авиационного типа. Все, как в самолете. Все сделано для безопасности. Под каждым сиденьем – боксы со спасательными жилетами, которые быстро и легко можно извлечь. В разных классах разная стоимость. Стандарт будет стоить 500 рублей. Бизнес обойдется пассажирам в 800 и даст возможность смотреть на море через панорамные окна в носовой части судна. Но существенно залы друг от друга не отличаются. Время в пути – 2 часа. Максимальная скорость судна – 35 узлов. А это – приблизительно 65 километров в час. Сердце кометы – капитанская рубка. Отсюда отличный обзор на акваторию. Действует автоматизированная система управления. Вся необходимая информация подается на специальные мониторы. Действует автопилот. А при любом волнении на воде судно сохраняет комфортный уровень движения для пассажиров. За этим штурвалом будет сидеть капитан Иларион Мироненко. У него есть большой опыт управления судами разного класса. Но чтобы приспособиться к комете, потребовалось время. Мы в процессе достройки этого судна проводили ходовые испытания в различных условиях. Поэтому, скажем так, пришлось научиться. Это судно совершенно нового класса. Оно кардинально отличается от старых советских комет. По сравнению с советской кометой, ну, скажем так, это все равно, что сравнить аэроплан братьев Мангольфьер и современный пассажирский лайнер. Безопасный ход судно обеспечат пять человек. Капитан, помощник капитана, матрос, моторист и механик. Уже сформировали две команды, которые будут работать по сменам. А на борту новой кометы уже побывали Юлия Ефремова, Андрей Тымчук и Деливир Меджитов. Информационный канал Севастополя. О происшествиях. Грунт обрушился на палатку туристов на пляже Яшмовом. Об этом сообщил замдиректора Центра гражданской защиты Севастополя Иван Парфентьев. Обвал зажал в палатке мальчика. Спасатели доставили ребенка в балаклаву. Угрозы для его жизни нет. Напомним, ранее мы сообщали об опасности камнепадов и обвала грунта в районе нескольких пляжей. Вчера на северной стороне в садовом товариществе «Парус» из-за схода почвы обрушились два дачных дома с хозпостройками. Возможная причина происшествия – сильные дожди во второй половине июля. Перейдем к другим темам. Советник президента России Сергей Глазьев выступил на семинаре «Развитие навыков стратегического управления» в Севастополе. На базе филиала Московского госуниверситета встретились управленцы, ученые и экономисты из нашего города, Крыма, Якутии, Челябинска и Чечни. Специалисты обсудили, как лучше выстроить управление развитием Севастополя. По мнению советника президента, наш город может стать площадкой для развития цифровой экономики. Уточним, проектный семинар продлится пять дней. В октябре будет проведен большой экономический форум, где на основании подходов, которые мы здесь обсуждаем, удастся организовать диалог с привлечением и деловых кругов, не только городских, но и корпораций федерального уровня. Повлечь в эту работу представителей федеральных министерств и ведомств и вместе с правительством Севастополя отработать некую дорожную карту, создание дополнительных условий по развитию экономики города. Редко удается посмотреть на системный взгляд, вообще как мир развивается, что через 10 лет будет востребовано, как выстраивать экономику в соответствии с мировыми трендами. Но мы надеемся, что этот семинар поможет скорректировать планы работы региональных экономических органов. Сегодня без света останутся три села. Об этом сообщили на официальном сайте Севастополь Энерго. Не будет света с 8 до 17 часов в селах Верхнесадовом, Терновке и Родном. Отключения связаны с ремонтными работами. К федеральной повестке Совет Евросоюза внес в санкционный список шесть российских компаний из-за строительства Крымского моста. Об этом сообщили в официальном журнале ЕС. В список попали компании «Стройгазмонтаж мост», «ВАД», «Залив», «Мостотрест», «Стройгазмонтаж СГМ Групп», а также «Институт Гипростроймост». Активы предприятий будут заморожены в ЕС. Напомним, в санкционном списке Евросоюза уже 44 российских организации. Санкции нам не страшны. Урожай севастопольских садов может стать рекордным. Об этом заявил директор департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков. Одна из причин высокой урожайности – благоприятная погода. Уже собрали 478 тонн косточковых и семечковых культур. Средняя урожайность составила более 27 центнеров с гектара. Обработали меньше половины всех фруктовых садов. Сейчас продолжается уборка абрикосов и персиков. Напомним, в прошлом году в Севастополе собрали 419 тонн семечковых и косточковых культур. Рок-н-ролл группа Gang Fellas представит Севастополь на всероссийском конкурсе «Новая звезда 4». Музыканты выступят 23 августа на втором этапе конкурса под 13 номером. Они и еще 84 исполнителя выступят на одной сцене в Москве. Подробности в сюжете Катарины Вербицкой. Рок-н-ролл группа Fellas основана Юрием Полтавцевым в 2015 году в Ялте. На создание музыкального коллектива его вдохновила любовь к музыке. Первые концерты лидер группы давал еще в три года. Тогда его сценой была табуретка, а зрителями – родственники и соседи. Теперь автор-исполнитель вместе с коллективом выступает на российских фестивалях и конкурсах, а также участвует в культурной жизни города. Недавно я снялся в культурно-социальном ролике в поддержку севастопольского футбола «Живу футболом Севастополь». В составе группы пять человек. Они исполняют не только каверы на известные музыкальные композиции, но также пишут авторскую музыку и тексты. Основные музыкальные жанры коллектива – рок-н-ролл, блюз, сол, фанк и хард-рок. Физические вдохновители, которые вдохновляют и дают реально толчок. Как такая личность, как Владимир Кузьмин, который подарил мне гитару на новой звезде во втором сезоне. Это было действительно движком для дальшего движения и роста. В 2016 году севастопольцы приняли участие в конкурсе «Новая звезда 2». Тогда артисты вышли в финал, но уступили победу исполнителю из Чечни – Мураду Байкаеву. В этом году рок-н-ролл «Гэнг Фэлэс» представит Севастополь. На конкурсе выступят исполнители из всех регионов России. Участники встретятся на одной сцене в Москве. Лучших выберут телезрители и знаменитые музыкальные эксперты. Главный приз – финансирование профессионального продвижения. После конкурса «Новая звезда 4» в планах у коллектива запись альбома и съемки клипов на авторские песни. А уже после Нового года рок-н-ролл «Гэнг Фэлэс» отправится в большой тур по городам России и ближнего зарубежья. Катерина Вербицкая, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. И в завершении выпуска. Лесные пожары в Калифорнии привели к гибели шести человек. Еще 17 пропали без вести. Пламя охватило площадь в 360 квадратных километров. Из зоны бедствия эвакуировали более 40 тысяч граждан. Огонь уничтожил около 500 жилых домов. В тушении пожаров задействовали 3,5 тысячи спасателей и авиацию. По словам представителей экстренных служб, это лето может стать рекордным по масштабам стихийных бедствий в штате. Теперь о погоде в Севастополе. Сегодня в нашем городе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 29. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Морская вода прогреется до плюс 25. На этом у меня все. Телефон редакции 54-51-12. Больше новостей на сайте xtv.ru. С вами была Светлана Федодей. И вам оставайтесь на информационном канале Севастополя. Субтитры создавал DimaTorzok